добрый день подписчики и гости нашего канала вы на канале дачные секретики и с вами я елена и мой муж сергей сегодня 9 мая и мы приехали на дачу сегодня наше видео будет про про что мы сегодня будем снимать про очередной секретик который мы вынашиваем уже долгое время это наверное барбекюшницу как ты догадалась эта идея у нас очень давно мы хотели построить место где можно будет принимать гостей жарить шашлыки использовать как летнюю кухню и вместе с тем совместить с погребом дело в том что у нас нету погреба на участке и мы хотим построить такое строение под одна крыша можно сказать что было и барбекю и рядышком был погреб где можно будет хранить посадковую картошку ну и всю овощную культуру а также консервацию и Для начала какого-либо строительства необходимо подготовить площадку под застройку. Вот наш выход в сад с дома и левее вот этой дровешни мы планируем построить, скажем, летнюю кухню, совмещенную с барбекю. Там будет построена печка, в которой можно будет жарить шашлыки, коптить мясо, в общем, что-нибудь делать. На прошлых выходных я с Леной пытались размечать, вставляли такие колышки. Планируем так, чтобы в чистовом варианте, когда уже со всеми стенками, перегородками, то погреб получится где-то три на три размером. Здесь у нас для барбекю проложена труба для канализации. Вот она. и также сюда подведено электропитание. Здесь тоже спрятан провод, там метка, где он заканчивается. Здесь же должна быть еще вода, спрятана труба воды. Там у нас колодец, в нем стоит скважина, вода будет выходить с дома и идти вот сюда, то есть проходить через очистные фильтры. На данном этапе сейчас мне необходимо спилить вот эти деревья, то есть вот три дерева у нас стоит и сложить в дровешню. Ну и потом необходимо будет что-то решить с этой травой. Надо покосить, облагородить участок, потому что дожди идут и трава растет быстрее, чем я ее кашу. Вот поэтому сейчас займусь спиливанием деревьев и это будет начало строительства барбекю. Как видите, ничего сложного нет, когда есть инструмент. Сейчас я электропилой все поспиливаю, ну а потом со всеми этими ветками, дровами необходимо будет сделать то, что мы делали ранее, то есть все разобрать на веточки, поленья попилить, а ветки измельчить на нашем измельчительном машинке. Будем считать, что площадка у нас вот такая вот появилась, пеньки оставил для того, чтобы легче было выкорчевывать корни. Здесь в этой площадке планирую верхний слой земли снимать и перевозить по участку, то есть там, где у нас земля пониже будет. То есть где есть ямки, туда будем подсыпать. Там, где будем копать погреб, будет у нас глина. И эту глину будем возвращать сюда, где снимем верхний плодородный слой земли. Сегодня решили начать копать, размечать. Сергей начал выкапывать три пенька тех деревьев, которые он срубил. это идет уже у нас подготовка к копанию фундамента под барбекюшницу. Хочу этот пенек обкопать и поотрубовать все корни, чтобы этот пень вынуть. Тут как бы уже получается за границей фундамент это все, но сам пень нам будет мешать при строительстве здания. Землю развозим, подсыпаем в наши ямки. Вот это мы ночью занимаемся разметкой. С помощью лазерного уровня отмеряем расстояние. Вот коты соседские бегают у нас. под прямым углом углы с помощью лазера. Ставим метки. Вчера вечером с Леной делали разметку будущей барбекюшницы и погребов. И пытались на камеру снять как лазер показывают. То есть разметку делали с помощью лазерного уровня. Но на видео практически ничего не видно. Сейчас хочу показать устройство с помощью которого делали разметку. Пере строительство дома купил вот такой вот чемоданчик. Вот это лазерный уровень. Уровень позволяет строить две плоскости. Одну вертикальную, вторую горизонтальную. Вот под углом 90 градусов. И помимо этих двух плоскостей еще может по сторонам. То есть справа влево, вверх вниз давать точки. Также под 90 градусов. Control X Line Combo. В набор входит сам лазерные углы. То есть одна плоскость, вторая плоскость. И точки по бокам. Вниз и сзади. Ну то есть во все пространственные точки. Ну и две плоскости. Конечно если было три плоскости было бы намного лучше. Точки ну скажем немножко проблематично ловить. Но тем не менее можно. К нему прикручивается вот такой вот кронштейн. В комплекте был маленький. Вот такой штативчик. Ножки выдвижные. Ну и вот так вот тут ставится. То есть высоту регулируем. То есть вот так мы устанавливали. В комплекте также есть вот такое магнитное крепление. То есть прикручиваем сюда прям этот уровень. И можно какой-нибудь поверхности металлической приклеить. И выровнять там все что нужно. Цанговый зажим. Ни разу не пользовался кстати. Есть вот такой. То есть здесь разметка по углам есть. То есть можно вращать и регулировать. Тут вот отметка. А вот угол поворота градусов. С помощью вот этого прибора можно лазерным уровнем пользоваться даже днем. Когда лазер светит. Ловим этот луч. Когда он у нас не попадает куда-либо. У нас тут засвечиваются сегменты. То есть луч либо выше либо ниже. И тогда когда по центру луч. Загорается здесь лампочка. Ну светодиодик. И показывает нам наш необходимый уровень. Так есть еще очки. В комплекте. И вот такое вот стеклышко. С помощью этих очков. На этом стеклышке можно увидеть наш луч. То есть покупал специальным комплектом. Чтобы можно было пользоваться не только ночью. Но и днем. Ну скажем ночью. Все наглядно видно и понятно. Днем немножко проблематично. Теперь предлагаю пойти на место. И там покажу как это все происходило. Так вся процедура происходила следующим образом. Я включал. Чтобы все лучи у нас светили. В разные стороны. Здесь луч у нас светит вниз. Позиционировал его на точку. Где у нас штырь стоит. Вертикальный луч который был. Направлял в нужную нам сторону. Отмеряли необходимое расстояние. Вот ставили колышки. Здесь боковых стеклышек также выходили точки. То есть это уже под углом 90 градусов точка. Ловили эту точку там. И отмеряли нужную длину в ту сторону. И ставили колышек там. И получался у нас уже угол 90 градусов. Потом данный прибор переставляли на следующую точку. То есть которую мы уже нашли. И вся процедура повторялась. В принципе мы вчера разметили. Поставили колышки. И теперь можно начинать. Укопать фундамент под будущую барбекюшницу и будущий погреб. 10 мая 2020 года. Начало строительства барбекюшницы. Наконец-то мы определились со всеми размерами. Наметили план на земле. Как мы будем что делать. Колышки. Натянули леску. И вот Сережа начал копать. Да. Тут будет погреб. На этом месте. Вот. Ну вот здесь в этом месте где погреб. Надо будет копать где-то полтора метра в глубину. По нашим планам. Ну посмотрим. Мелочь. Что тут его копать? Бери. Больше кидай дальше. Пока летит отдыхай. Молодец, Сережа. Стараюсь. Сергей продолжает копать яму. Ну вот уже. На каком он уровне. Сережа продолжает копать. И вот что у него уже получается. Да, да. Еще чуть-чуть и золотой ключик у нас в кармане. Вот видите какая яма. Вот видите, Сережа покажи где ты там уровень уже докопал. Вот. Вот. Ну. Еще немножко. Еще колен. Надо метр пятьдесят углубиться этот погреб. Да. Даже надо больше. Вот. Он застрял на дереве. Ой, корни. Да. Корсю я потроху. Он уже кучку накидал. А кроме корней какая была проблема? Да какой-то гад стекол набил. О. Смотрите. В одном месте целая куча. Замахался выбирать. Сегодня пришлось побороться с корнями. В земле они еще остались. Попадаются. И вот такой пенек сегодня я выкорчевал. В общем процесс идет. Будем продолжать. Видим Сергей продолжает копать. Сейчас покажу, что Сергей успел сегодня выкопать. Вот. Здесь корень торчит. Его еще не вырубил. Так. Тут погреб. Это место под лестницу. На этой площадке, которая осталась. Тут у нас будет кладовочка. Сегодня у нас вторник. Я приехал на дачу. Эта неделя у меня выходная. Поэтому буду на даче находиться. Планирую продвинуть немного строительство нашей барбекю и погреба. Хочу показать этапы, на чем я остановился. Итак, здесь у нас будет барбекюшница. Для фундамента мне осталось прокопать здесь одну траншейку. Вот до того столбика. Вот я вышел на нужную глубину погреба. Проверяю правилом. Равняю сразу, чтобы пол был более-менее ровный. И так вот это мне необходимо будет все докопать. Здесь у нас заложены трубы. То есть труба для воды и освещения, электричества. Эти трубы необходимо будет отсюда убрать. Здесь немного надо будет раскопать. И завести их сюда к барбекюшницу. В погребе они пока не нужны. Вот здесь также необходимо еще докопать. Здесь у нас будет лестница. Вот такой кусок еще надо прокопать. Скопки фундамента я закончил. Вот у нас получились вот такие вот траншейки. Это у нас люк для приема дождевой воды. Сюда поступает вода вот с тех двух сливных систем. Пробрыл я отверстие диаметром 40 и завел сюда 32-ю пластиковую трубу. Эта труба может понадобиться в том случае, если будет у нас затапливаться погреб весной. То есть здесь установится дренажный насос. И если будет подтопление, то этот насос будет откачивать воду в тот колодец. Здесь у нас будет лестница, заход в погреб. Ширина вот этого метр шестьдесят и длина сейчас два пятьдесят. Сам погреб получился вот так вот. Ширина три семьдесят и длина четыре пятьдесят. Глубиной по самой глубокой точке получился метр сорок. Пол уравнял я по уровню. Есть отверстие, значит сюда будет выходить вытяжка у нас с погреба. Сюда буду пластиковую канализационную трубу закладывать. Она уже есть, но пока еще не устанавливал, потому что падает. Надо крепить. Здесь планируем строить печку. Здесь также будем заливать фундамент. В этом помещении у нас будет сама барбекюшница. То есть здесь у нас заведена сюда канализация. Вот она. Она будет нарастить немного трубу поближе к стене. Также подведено электричество и вода с дома. Ну, сейчас ни того, ни другого. Оно еще не подключено. Но трубы заложены, они здесь уже есть. То есть следующая задача теперь необходимо установить опалубку. Ну и потом планирую сделать какую-то гидроизоляцию, чтобы стены не сырели. На фундамент под барбекю там делать ничего не буду. Изоляция будет только потом уже, когда стены погонятся. Вот там буду делать изоляцию. А в земле не буду делать. С досками небольшая проблема. Тут, как всегда, все захламлено. Поэтому, чтобы их достать, нужно тут много чего повыносить. Так как уже вечер, то неохота этим заниматься. Потому что все равно уже не успею ничего. У меня есть арматура. То есть я ее вот купил недавно. Она вот лежит сверху. Поэтому решил там, где возможно вязать армопояс. Вот у меня заготовки. Арматура 12 диаметром. Трехметровые палки. Также на металлоломе купил вот такие вот. Ну тут где-то по метру. Палки может быть чуть больше. Нарезаю стоечки по 70 сантиметров высотой. У меня глубина здесь получилось где-то где 60, где 70 сантиметров. Забиваю их в землю, чтобы стояли хоть чуть-чуть. И к ним привязываю арматуру. То есть вот здесь трехметровые палки привязал. Ну и так сращиваю, сращиваю, сращиваю. В конце пришлось отрезать там 2-10. Так, чтобы это все держалось, то вот так вот перемычками связываю это дело. И поверху будет еще один ряд арматуры. То есть теперь, чтобы была какая-то перевязка, то начну с того конца трехметровыми ложить. И уже отрезать буду с той стороны. Ну и если успею, пойду в эту сторону. Точно так же делать и с той стороны. Нужной длины арматуры отрезаю болгаркой с большим кругом болгарка-макита. С дому вытянул удлинитель. Ну и здесь пилю по месту. Отмеряю рулеткой. Тут на досточке отрезаю. Для привязывания арматуры использую вот такую вязальную проволоку. Это у меня были заготовки, остались еще от прошлых строительств. Здесь вот нарубанные кусочки, сантиметров по 30 наверное. Складываю вдвое, перегибаю примерно пополам. Вот так вот. И потом тут еще раз пополам. И связываю арматуриной. Крючковяза у меня нет, поэтому я применяю пассатижи. Заармировал наши траншеи. В этом месте, где будет находиться наша печка, также все заармировал. Надеюсь, что такой армировки хватит. Тут я немного вышел уже в погреб. И с этой стороны также немного вышел в погреб. Следующим этапом мне нужно установить наружную опалубку. Самая верхняя точка, я вчера вечером лазером пробил, находится у нас вот где-то здесь, в этом месте. То есть от этой точки пойду и буду ровнять по уровню опалубку. Планирую поднимать где-то на 10 сантиметров. То есть сначала возьму доску шириной 10 сантиметров. И там посмотрю, насколько я уже выйду по периметру. Буду продолжать. Планирую купить рубероид, чтобы по низу погреба проложить по краю. И еще хочу взять гидроизоляцию, прибить ее к стенам. Приступил к установке опалубки. С гаража достаю щиты старые. Их разбираю, раскручиваю и потом применяю в дело. Опалубку устанавливаю по уровню. То есть это у нас будет верхняя точка заливки. Вот наш уровень. Доски немного кривоватые. Так придерживаюсь примерно, чтобы попадала по уровню. Там где была сильно высоко, большая щель между досками, то пришлось прикрутить еще одну доску. Добавить, чтобы убрать щель между доской и землей. Здесь земля обвалилась, поэтому придется тоже что-то придумывать. Какой-то щит положить, чтобы раствор сюда не вытекал. Пару слов по закреплению самой опалубки. Прикручиваю на саморезы брусок. К бруску прикручиваю такую перемычку. Эту доску выравниваю по уровню. Загоняю вот такой колышек в землю. И здесь прикручиваю эту доску, чтобы опалубка у нас не смещалась вправо-влево. Если раствором распирать начнешь, чтобы она никуда не ушла в сторону. Также слежу, чтобы было примерно все соосно. Чтобы она сильно не гуляла. Скажем так, доски попадаются еще разной толщины. Где-то так примерно более-менее ровно выходит. Где необходимо выставить по уровню, то подкладываю досточку, чтобы зафиксировать уровень. Потом все креплю колышками. Сейчас она так более-менее жестко стоит. Продолжаю заниматься, буду ставить дальше. Итак, друзья, наружную опалубку закончил устанавливать. Везде по периметру установил. Все колышками прибил, распер. Держится жестко, не шатается практически. Армопояс тут у нас в канавках уже установлен. Так все выглядит у нас изнутри. Вид с погреба. Здесь были трубы. Я их откопал. Вот они теперь торчат сверху. Тут получилась такая дыра. Заложил грудками. Не знаю, потом придется засыпать. Положил там щит, чтобы не протекал раствор туда. Приступил к гидроизоляции пола погреба. Вот здесь, где будут заливаться стены бетоном, я застелил по низу рубероид. Вот так это все выглядит. К земле верхнюю часть рубероида пригвоздил гвоздиками длиной 80 мм. Дальше, выше гидроизоляцию буду делать вот таким материалом. Забрал весь, что был в магазине. Тут всего 17 погонных метров. Высота рулона 1,5 метра. Планирую за вот эту верхнюю кромку прибивать опалубки к доскам. Немного ее мне не хватит. Надо было 18,5 метров, а в магазине было только 17 метров. Придется пару метров докупить. Прибивать верхнюю часть буду степлером. Скотки 10 мм. А по низу планирую, чтобы она никуда не улетела. Можно и гвоздиками попробовать, а можно вот такими дюбелями. Сверлить сверлом отверстие на 10 и вставлять эти грибочки. Еще надо внутреннюю опалубку поставить. Сколько времени понадобится на внутреннюю опалубку, еще неизвестно. И здесь опять-таки надо заармировать все. То есть продолжить армировку. Сейчас хочу сделать гидроизоляцию. То есть потом буду делать армировку. Ну и потом уже буду ставить внутреннюю опалубку. С чего делать еще буду? Не знаю. Буду применять все, что есть. Покупать ничего неохота. Потом непонятно, куда это все складывать после того, как разберется вся эта опалубка. Продолжаю работать. Итак, друзья, вот обвернули мы гидроизоляцией наш погреб. Вот так вот получилось. Здесь установили трубу для вытяжки в погреб. Грибочками я по низу закрепил все края, чтобы они не заворачивались. И чтобы ветром не мотыляло весь этот материал. Здесь мы решили сделать вот так. То есть тут разрезали по уровню заливки. И здесь гвоздиками я прибил края, чтобы они сюда не заворачивались. Ну а тут к доске степлером прикрепили. Точно так же с этой стороны. За счет того, что немного выкопано неровно, то есть есть неровности в копке. Я опалубку ставил немного на землю, а не так, чтобы она висела в воздухе. То получились вот такие искажения. Материал лег не совсем ровно. То есть тут земля, богорчик. Она выпирается. Ну я думаю это не страшно. Вот здесь сделали точно так же. Разрезали. Тут вывалился кусок земли. Поэтому не знаю как будем заливать, что тут делать. Здесь также под трубу сделали разрез. Чтобы трубу просунуть. Вот в этом месте получилась складка. Не знаю почему, что-то где-то пошло неровно. Поэтому я ее так сложил и грибками прибил, чтобы она тут не морщилась. Смотрится теперь как бассейн. Ну и как я вам говорил, ее не хватило. То есть вот здесь у нас метр шестьдесят ширина. И вот так вот два пятьдесят было. Четыре метра еще надо. Здесь у нас будет продолжаться армопояс везде по периметру. То есть будут стены заливаться из бетона. После того как повяжу армопояс, буду делать внутреннюю опалубку. И так друзья, я заармировал стены погреба. Вот везде уже есть арматура. Помимо арматуры я добавил еще сетку метровой ширины с ячейкой 100 на 100 миллиметров. Посчитал, что лучше. Пусть будет покрепче. Арматуры не так много. Я здесь уложил. Кстати, арматуры мне имеющейся в наличии не хватило. Пришлось сегодня ехать на приемку металлолома и там покупать бэушную арматуру. Докупил еще вот этого материала гидроизоляции. Полтора метровой ширины в наличии не оказалось, поэтому пришлось покупать двухметровую. По низу там я полметра обрезал. Кусочки эти полметровые, которые у меня осталось, полоска, частично использовал вот сюда вниз. Сделал тут такой теплоток. Рассчитываю на то, что когда будет стекать бетон, то тут получается будет переливаться и не будет задирать край вот этой изоляции. Не будет подрывать и подтекать туда вовнутрь. Такую конструкцию сделал в трех местах. Вот здесь и здесь. Надеюсь, что ничего никуда не сползет. К земле закрепил гвоздиками. Вот стойки арматуры устанавливал на подставочки. То есть были отходы из профиля для гипсокартона. Здесь такой. Здесь вот такой. В общем все, что было, применял. Теперь следующая задача это установить опалубку здесь внутри погреба. У нас здесь должен быть лестничный марш в погреб спускаться и дальше погреб. Здесь у нас будет заканчиваться стенка и должна быть дверь в погреб. Надеюсь, что завтра начну опять доставать имеющиеся доски, разбивать из них щиты и буду устанавливать, закреплять здесь вдоль стен эти щиты. Что будет получаться, в дальнейшем покажу. Наконец-то я закончил с опалубкой. То есть поставил внутреннюю опалубку. Сделал распорки, чтобы когда раствор будет подаваться, чтобы эта внутренняя опалубка не выдулась и не стала дугообразной. Поэтому внутри опалубки я поставил распорки по всему погребу. На это ушло у меня больше недели времени. Сегодня планируем залить уже наш фундамент. По моим подсчетам я посчитал, получилось у меня 17 кубов бетона нужно будет залить. То есть договорились с заводом бетонным. Будет две машины. Одна 10-кубовая и вторая 7-кубовая. То есть сейчас ожидаем первую машину. В процессе постройки внутренней опалубки я использовал старые щиты, которые сохранились после заливки фундамента дома. То есть они уже пролежали достаточно большой срок. Я тогда покупал дерево сырое и за этот длительный промежуток времени доски поссыхались и в тех щитах, которые были тогда сделаны, появились зазоры между досками. Поэтому я эти старые щиты разбирал, раскручивал. Старался их минимально резать, укорачивать, чтобы доски сохранились. Может еще для каких-то строительных работ они могут пригодиться. Никаких новых досок я не покупал. Их немного не хватило, поэтому в конце уже доделывал, использовал ДСП, которые там остатки мне давали знакомые. Когда я сбивал щиты, между досками получались щели. Поэтому эти щели я дополнительно прошел, продул пеной, чтобы раствор не протекал через эти щели. Где-то сушки повыпадали с досок, поэтому позадувал эти отверстия пенкой. Первоначальная идея у меня была, я хотел сделать несъемную опалубку и к ней прибить гидроизоляцию. Посетив строительный магазин, я нашел вот такой материал полтора метровой ширины и решил его применить. Тем самым я сэкономил время и доски по строительству вот этой несъемной опалубки. То есть опалубка эта в земле сгнила через какое-то время и доски пришлось бы просто похоронить. Так я это все сэкономил. Наружная опалубка вот эта потом после заливки фундамента через определенное время снимется и разберется. Наружную опалубку я старался выставлять по уровню и ориентироваться мы при заливке будем по наружной опалубке. То есть как наполнится, скажем, бетоном до наружной опалубки все, значит это уже наш уровень. Внутренняя часть вот тут в погребе я ее как бы не ловил по уровню. То есть здесь получилась она немного выше. Там же по барбекю в принципе и внутренняя и наружная опалубка выставлялась по уровню. Сейчас должна приехать бетономешалка. Надеюсь, что все пойдет по плану. То есть сложного на первой машине в принципе ничего не должно быть. То есть она приедет со своим коробом. То есть короб мы опустим, я так планирую, вот в ту точку, в ту опалубку. И он будет подавать бетон. Бетон будет плыть по нашим траншеям. И первым делом будет заливаться у нас погреб. Там у нас самая низкая точка. То есть глубина у нас полтора метра. Вот будет наполняться первым делом погреб. Ну а потом уже будем доливать все остальное по периметру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера мы заливали бетон. Вначале дела пошли неважные. Раствор был очень густой и он не расплывался по всему периметру нашего фундамента. Поэтому сначала пытались палками чем-то его рассунуть. Получилась куча такая вот и она не расползлась по сторонам. Больше вываливать некуда был раствор. Поэтому палками эту кучу рассовывали. Потом решили раствор немного разбавить водой, чтобы он был более пластичным. И тогда уже дела пошли лучше. Тогда оно все поплыло в нужном нам направлении. Первая машина была 10 кубов. Этот раствор весь ушел у нас практически на погреб. Немного растеклось по сторонам, по траншеям. Ну и все. И на этом раствор первой машины закончился. Потом мы ждали вторую машину. Машину мы подогнали с другой стороны. То есть вот там бетонировалась площадка под строительство печки. В ней было 7 кубов бетона. И мы этот бетон начали выгружать вот на эту плоскость. И с этой плоскости он также хорошо растекался по сторонам. То есть он потек в том направлении и потек в этом направлении. Решили мы первоначально заполнить дальние наши траншеи. До нужного нам уровня. То есть весь этот бетон, который мы выгружали, мы его лопатами, палками перемещали в том направлении на дальний угол. Ну и по мере наполнения потом машиной переехали в другое место. И продолжили уже с другого угла наполнять наши траншеи. Таким образом мы заполнили заднюю стенку всю бетоном. Потом переместились на тот угол. И там выгружали остальной бетон, который был у нас еще в машине. В результате бетона не хватило. Я заказал 17 кубов бетона. Мы их вылили. И нам не хватило где-то еще пол куба бетона. Сейчас, если посмотрите, наши траншеи заполнены не до конца. То есть я планировал залить вот по вот этот уровень. Как видите, в ту сторону траншеи не наполнены, потому что бетона не хватило. В этот же день дозаказать бетон не получилось, потому что машины уже были все расписаны на день. И приехать уже к нам никто не мог. Но так как объем бетона нам нужен небольшой, то я, в принципе, решил залить его самостоятельно. Мне необходимо будет привести бетономешалку. Песок речной у меня на участке есть. Мелкая щебенка также есть. То есть необходимо будет купить цемент, привести бетономешалку и самостоятельно замешать бетон и залить недостающее пространство. Для того, чтобы недостающая часть лучше схватилась с нашим бетоном, который мы уже залили, то по мере застывания бетоном мы лопатой подсокали этот бетон, чтобы создать ему шериховатость. Чтобы когда я буду доливать новый бетон, то чтобы этот новый бетон лучше сцепился уже с залитым бетоном. При подготовке к заливке бетона я планировал использовать желоб, который у меня был на хозяйстве. Но так как машина вторая смогла заехать в нужное место, то есть в нашу дальнюю точку, то данный желоб не понадобился. То есть он не пригодился. Мы его не использовали. Но лучше пусть, как говорится, будет запас, чем нехватка. Когда первая машина приезжала, то она не могла сильно близко подъехать к фундаменту и ее желобов не хватало до траншеи, куда нужно было подавать бетон. Поэтому на скорую руку нашли в хозяйстве лист металла, его согнули и дорастили его желоб, который у него был. Таким образом заливали бетон. На следующих выходных планируют дозалить недостающий бетон. Когда он застынет, необходимо будет снять внутреннюю опалубку и разровнять внутреннюю часть площади. То есть возможно придется еще подсыпать земли, песка, щебенки, чтобы уменьшить толщину заливаемого пространства. То есть планируем залить там площадку, по которой уже можно будет ходить. Скажем так, пол. Будет, допустим, он не чистовой, то есть грязная заливка, потом на него положится плитка, ну в общем будет видно. Еще у нас вот на этой плоскости есть недоделанная работа. То есть нам нужно определиться, куда нам вывести сливную трубу и куда подавать воду. Ну и где будет щиток у нас для размещения электричества. Так, друзья, наступили очередные выходные. Мы приехали на дачу. Я на машине привез бетономешалку с города. Бетономешалка у нас на 150 литров средних размеров. И сегодня планирую залить бетон туда, где нам его не хватило. Я привез тачку песка, привез тачку щебенки, немного принес цемента, М400 марка, по 25 килограмм мешки. Притянул шланг с водой. Значит, те места, где не хватило бетона, я уже пролил водой. То есть у нас теперь там бетон мокрый. Местами даже стоят лужи. Загрузил немного щебня. Ну, почистил немного нашу бочку. Она простояла уже несколько лет без дела. Процедура действия какая? Я засыпал щебня. Сейчас насыплю туда цемента. Все это перемешается. Буду потихоньку добавлять воды, чтобы это превращалось в жидкую массу. И потом буду посыпать песка. Наколочу полную бетономешалку раствора. И потом планирую ведрами носить туда, где не хватает нам нашего бетона. И буду там высыпать. По мере продвижения разравнивать буду кельмой. Ну что, приступаем к замешиванию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша бетономешалка полная. У меня уже ушла почти тачка песка. Немного осталось щегорки. Чем выше я поднимаю бочку, тем хуже перемешивается наш бетон. Поэтому сейчас я буду этим рулем немного ее опускать. Немного перемешаю еще раз получившийся раствор. И буду высыпать ведро. Ну, два ведра. Я подготовил два ведра. Я их смочу, чтобы раствор не сильно прилипал к стеркам ведра. Бетоны должны быть мокрые. Я их намосил. Сейчас чуть-чуть переколосу. И буду вываливать и носить ведра туда-куда на машину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я напомнил два ведра. Видите, немного проливается. Поэтому для этих целей, чтобы лил все раствор не на землю, я подстелил на скорую руку сделанный такой поддон из листа железа. Потом, после того, как там нальется, можно этот раствор опять закинуть в бетономешалку, чтобы он перемешался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разравнивать буду кельмой. То есть раствор немного течет, поэтому буду наполнять потихоньку. И там, где уже дошел раствор у нас до уровня, я немного разраниваюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так последовательно и продолжаем заливать. Вчера я успел всего сделать 4 бетонные мешалки, то есть вылил туда. И пошел дождь, поэтому пришлось в срочном порядке накрывать то, что успели залить. Чтобы дождем не размыло бетон, чтобы не вымывало цемент и не покрошилось ничего. Когда пошел дождь, ну, я также понял, что мне не хватит цемента. Поэтому, чтобы не тратить время зря, я поехал в магазин и купил еще 5 мешков цемента. Ну, в наличии был вот такой цемент. Вот сейчас буду его использовать. Пока нет дождя, то будем продолжать заливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правая полоса залита. Задняя стенка тоже. Ну, вот вчера Сергей успел левую стенку там, где под пленкой полностью залить. Закончил заливать наш фундамент. У меня ушло 10,5 мешалок, 10,5 мешков цемента. Говорили, что там не хватило полкуба, но если так прикинуть по ведрам, с одной мешалки получалось где-то 9-10 ведер. Больше куба я сюда еще влил раствором. Ту часть, которую немножко раньше залил, я накрыл пленкой, чтобы солнце не выпаливало воду, чтобы вода не испарялся и, ну, чтобы наш раствор постепенно схватывался. Вот здесь, где чуть-чуть не хватало, я немножко подлил тонким слоем, потому что, когда заливали в прошлый раз, раствор дал усадку и немножко просел. Наш фундамент как бы готов, то есть ждем в следующих выходных. Приеду, буду разбирать уже опалубку и смотреть, что у нас получилось. Фундамент под барбекю у нас залит и частично залит у нас погреб. Опалубку я уже демонтировал, снял. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь есть у нас готовый результат. То есть есть часть погреба глубиной метр пятьдесят. После того, как я демонтировал опалубку, были проведены работы по подсыпке земли в нашей поверхности, которую мы будем бетонировать в дальнейшем, по которым будем ходить. То есть это будет пол. Там, где будут возводиться стены, я уложил рубероид. Здесь подсыпана земля, пролита водой, то есть разровняли все. Где были какие-либо щели после снятия демонтажа опалубки, туда протекла вода вместе с землей. То есть все ниши заполнены у нас. Здесь я оставил глубину примерно 10 сантиметров для заливки вот здесь на этой поверхности пола. Ну и такое же расстояние у нас будет заливаться там, где барбекю. Ну, как видите, работы продолжаются. Так что, кому интересно, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Ну и продолжаем смотреть дальнейшие видео по постройке барбекю и погреба. В дальнейшем будем возводить стены, которые будут уже у нас строиться над землей. Ну а на сегодня все. Пока. До новых встреч.